День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Звонить, как всегда, звонить можно, присоединяться к нашему разговору. Свои какие-то, может быть, вопросы, случаи, реплики, комментарии. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Либо пишите на номер 2-3-0-6-1-9-1. Тоже, в общем, ваши замечания приветствуются. Мы обязательно озвучим их в эфире. Непредсказуемое действительно время, когда вот только-только мы выходим вроде бы из локдауна, сейчас все равно новые правила, новая жизнь. Боишься заглядывать вообще на будущее. Я понимаю, что предприниматели, конечно, бедные, в общем-то, стараются очень-очень осторожно планировать свой бизнес на какое-то количество времени. Люди, наверное, тоже, заглядывая в какой-то, не знаю, хрустальный шар, остерегаются каким-то образом планировать свою жизнь надолго. Тем не менее, сегодня мы поговорим на тему, как у Гроссмана была жизнь и судьба, мозг и судьба. Почему я об этой теме задумался? Я периодически читаю разные исследования на самые разные темы, связанные с моей профессией, и две темы меня очень заинтересовали. Одна тема касалась исследования отношений между отцами и их детьми. Классическая тема отцы и дети. Выяснил интересную вещь, что у отцов, которые имеют более тёплые отношения с своими детьми, более близки, более вовлечены в их жизнь, увеличена часть мозга гипоталамус. Небольшая часть мозга размером с миндалину, с миндальный орех. У неё множество функций, и в частности, это тема отношений и тема родительства. И обнаружили, что сравнивая отцов с разной степенью, близостью отношений с детьми, у тех отцов, кто ближе, этот гипоталамус был больше по размеру. И, естественно, исследователи задались вопросом. Это те, кому повезло изначально родиться с большим гипоталамусом, у них лучше отношения с детьми? Или, наоборот, люди, у которых отношения с детьми постепенно развиваются и налаживаются, это влияет на размер гипоталамуса? Вот тут как бы человеку в черепную коробку не залезешь так, чтобы вот в начальном этапе жизни, в среднем… Во-первых, на самом деле, на сегодняшний день уже залезешь. Вот те самые сканирования мозга, вся эта аппаратура уже какое-то время внесла совершенно новую окраску в исследовательческой психике. Это невероятно интересно. Я думаю, что это не так давно возникло, но я думаю, что уже сейчас возможно делать исследования на более длительном периоде, то есть исследовать мозг одного и того же человека в какое-то время, потом через 10 лет или через 20 лет. Для нас уже не новость, что существуют исследования, где группа людей наблюдается 50 лет, 60 лет, одна и та же группа людей. То есть сами уже исследователи могли уйти в мир иной, передав свою… Да, ну есть эта команда, которая передает весь проект, кто-то уходит, кто-то уходит, но те, кого обследуют, остаются. И вот это интересная история, потому что… Или мы признаём, что даже во взрослом возрасте, как ни странно, можно, грубо говоря, накачать как бицепс, то есть если его упражнять, то он становится больше и сильнее. Возможно, то же самое касается отношений с детьми. Ну, я могу сказать, на собственном опыте. У меня трое детей, и я в самом начале своего отцовства, и я с моим самым младшим ребёнком, это, что называется, две большие разницы. То есть когда ты молодой родитель, которому хочется гулять, радоваться жизни и так далее, и когда ты уже имеешь опыт, и твои чувства более зрелые, это настолько интересно, и я не знаю, выросли мы гипотеломы за эти годы, потому что когда у меня родился мой первенец, мне было 24 года, а когда родилась моя младшая дочка, мне было 42, по-моему, или 41, то есть есть некоторая разница. Вот я думаю, что здесь возникают два вопроса интересных. Один вопрос – это сама возможность исследования и само понимание, в принципе, научное, связи между отдельными участками мозга и нашим поведением. Это давно известно, теперь оно, может быть, куда более детально исследовано. То есть сейчас людей исследуют в момент, когда они испытывают эмоции, испытывают активность разных областей мозга, это на сканировании видно, они просто другим цветом окрашиваются. То есть сейчас человек может получать обратную связь в моменте. То есть ты испытываешь ту или иную эмоцию, и ты видишь на мониторе компьютера, как меняется что-то в твоём мозге. Это уже не является вопросом настроения, или ну так уж сложилось. То есть ты видишь напрямую ту самую связь, да? И вот когда ты эту связь осознаёшь и знаешь, что такие закономерности присутствуют, это вопрос, насколько мы способны на это повлиять. Кстати, если говорить о связи между родителями и детьми, есть такая ещё интересная тема, недавно. В первый раз слышу, есть такой термин, по-английски называется helicopter parents, вертолётные родители. Это гиперопекающие родители. Это гиперопекающие родители, которые бесконечно контролируют своих детей, они бесконечно озабочены их здоровьем, учёбой, всем на свете, они стараются отслеживать, что с ним происходит. И, в общем-то, они это, кстати, требуют и от школьных учителей. Им будет кажется естественным, что учитель тоже должен над их ребёнком вот так висеть. Почему это вертолётные родители? Это детские родители, которые висят на добой, как вертолёт, и бесконечно контролируют оттуда сверху всё, что с тобой происходит. Всегда не без оснований считалось, что гиперконтроль – это плохо. И я согласен, что это плохо, что это вызывает тревогу у ребёнка, это ограничивает его способность к самостоятельности, это скорее о тревоге самих родителей, нежели о невероятной любви к ребёнку, и стремление держать всё под контролем. Но, опять, как показало некое долгосрочное исследование, вот эти дети гиперконтролирующих родителей, ну, наверное, без совсем, если без фанатизма гиперконтролирующих, вырастая в будущем, в социальной жизни, в карьере, у них были большие достижения, чем у их сверстников. Вопрос, какой ценой? Вопрос, чего им это стоило? Вопрос, чего они лишились ради этих достижений? Но, в принципе, вот у нас… Но мы говорим о ситуации, которая напоминает Женю Лукашина, которого вот мама всё время тоже опекает, мы видим. Ну, мы видим маму с Женей уже в таком, когда Женя уже, мягко говоря, взрослый. Что было раньше, не знаю, почему у Жени такой, как он есть, это тоже отдельная загадка. Вопрос-то интересный. Но Женя Лукашин, это не человек, который с какими-то невероятными достижениями. Да, вот у неё, кажется, такая жизнь всё время какая-то поставлена на нерешительную паузу, как мне кажется. Так вот, вопрос, к которому мы будем часто возвращаться, наверное, во многих ситуациях, какой ценой нужны достижения, это с одной стороны, а другая, что даже у каких-то не самых приятных родительских проявлений, очевидно, бывают хорошие последствия. Ну, можно вспомнить, кстати, актрису Логинову, которая уехав на Запад и понимая, что у неё карьера не сложится в силу причин, решила свою дочку Милу поставить на ноги, и она её действительно жёстко очень контролировала. Мила Ёвович признавал, что у неё было детства практически, вот в юности она бесконечно ездила на занятия, кастинги, и вот, в принципе, стала известной актрисой. Как известно, сколько-то лет назад одна китаянка, живущая в Америке, растящая детей, написала книгу о том, как она воспитывала свою дочку. Это было крайне жёстко, то есть то, о чём дети, ну, вот сейчас выросшие уже дети, рассказывают, как их третировали дома, как заставляли за какую-то ошибку всё переписывать, выливать страницы из тетради, всё повторять заново и заново. Какой-то китаянка с гордостью описывает, как она воспитывала своих дочерей. Очень жёстко, невероятно требовательно, с требованием гиперуспеваемости, с требованием переписывания малейших ошибок, с требованием бесконечно чем-то заниматься. И она говорила, да, я, конечно, жёстко, многие осудят. Скажите, а ваши дети выигрывали Олимпиады на уровне государства, а ваши дети побеждали в международных музыкальных конкурсах и так далее, и так далее. То есть что вы можете мне противопоставить? У нас звонок? Да. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. А вот у меня вопрос. У взрослых меняется гипоталамус. А вы не знаете, проводились исследования на детях, как у них со временем, вот от отношения родителей к ним, меняется состояние мозга, тоже гипоталамус и тому подобное. И ещё одна реплика по поводу жёсткого контроля. У меня есть родственники, у которых выросли двуличные дети. Дома они паиньки в школе, тоже паиньки. А на самом деле там такие оторвы выросли. Спасибо. Я думаю, что у всего... Мы просто входим к тому, что у нас всё не чёрно-белое. У всего есть свои результаты. Родители, которые... Мои пациенты, которые уже выросли из своего детского возраста, кто-то упоминает с обидой родителей, которые их бесконечно контролировали и вздохнуть не давали. А кто-то упоминает с обидой родителей, которым всё было пофиг. Простите за выражение. Что учишься ты, не учишься, как ты, твоё дело... Как они говорят, моя мама за всю школу ни разу не была на родительском собрании. С обидами эти люди. Поэтому у всего есть последствия, и они неоднозначны. Это всё из этого на какую почву это падает. И, кстати, опять, эта структура личности и органическая структура мозга тоже очень связана. Я думаю, что исследования с детьми уже проводятся и будут проводиться, потому что это сканирование мозга – невероятно мощный инструмент. Но мне кажется, что здесь тоже с контролем нужно как-то разграничить две ситуации. Мы говорим о контроле, когда взрослый человек пытается своего ребёнка приобщить к занятиям и расписать его жизнь по минутам. Или это контроль, надел ли ты шапочку, хорошо ли ты покушал? Это всё одна и та же история. Это контроль за здоровьем, за успеваемостью, за занятостью, за всем, за всем, за всем. Это одна и та же история. Кстати, интересно, я думаю, что если когда-нибудь исследование сравнить мозг на сканировании с гиперконтролирующих родителей и мозг более спокойных родителей, будет ли разница? Ещё вот это вот сканирование мозга – это совершенно новые инструменты, совершенно новые инструменты познания человека и познания им самого себя. Вторая история, которая меня очень заинтересовала. Некий американский профессор, я сейчас уже не вспомню его фамилии, который занимался научными, если они исследовали в своём коллективе структуру мозга серийных убийц, психопатических убийц и так далее. И там тоже находили какие-то общие закономерности. Вот так есть некие общие черты у мозга психопатов, у мозга психопатических убийц. Не переходим. Да, у нас сейчас просто ещё один звонок. Здравствуйте. 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 Меня лично не волнует количество мозга и гипоталамуса у родителей. Я уверен, что детей надо вести по жизни. Я, например, знаю чётко, когда после школы, которая плохо учит, родители за свои деньги репетиторов нанимают и поступают в высшие учебные заведения. А одного знаю, который после окончания института не мог найти по профессии работу. Так отец за 5 тысяч долларов французская фирма его устроила в Голландии. И шикарно парень получал зарплату. Потом ещё по жизни, например, парни не могут с девушками правильно. Одна девушка может сломать жизнь парню. Тоже надо учить. Вот вести надо долго, лет до 30 примерно. Спасибо, да. Хорошая идея. Есть, знаете, такая история у меня. У меня был пациент, жизнь которого не очень сложилась. Он выпивал, он уже в достаточно более чем зрелом возрасте вынужден был зарабатывать где-то в Норвегии на каком-то рыбозаводе, разделка рыбы, заморозка и так далее. Ну, что-то тяжёлое и не очень престижное, не очень оплачиваемое. И он говорил, а я когда своего 19-летнего сына пытаюсь чему-то учить, он говорит, папа, а кто ты такой? Чего ты в жизни добился, чтобы меня учить? Посмотри на себя. Мне кажется, вести детей до 30 лет – такая утопия. Любить их, поддерживать, давать им советы какие-то, особенно когда этих советов просят – это одно. Потому что, чтобы кого-то за собой вести, нужны те самые, не знаю, лидерские качества, даже веские основания. То есть, в общем-то, я думаю, каждый родитель, помимо того, что он любит своего ребёнка, должен задать себе вопрос, что есть во мне, чтобы вести и направлять ребёнка. И что за личность мой ребёнок? Возможно, мне самому есть чем у него поучиться. То есть, любить, заботиться, поддерживать и вести – это не одно и то же, на мой взгляд. Это очень разные вещи. – Возвращаясь к этим исследованиям мозга, не попахивает ли это всё-таки идеями Чезары Ламброза, о том, как учёный, который психиатр, вот эти антропологические изменения, человек с ярко выраженными преступными чертами лица? – Ну, Чезары Ламброза исходил не из структуры мозга, а из неких особенностей формы ушей, надбровных дуг и так далее, и так далее. Я думаю, что это… Он пытался на эти закономерности. По-моему, они не очень подтвердились с течением времени. Потому что, если посмотреть на серийных убийц, кажется, звали Тед Банди, я не уверен в Америке, красивый, с красивым лицом, добрый, мягкий, умевший завоевать доверие своих жертв и так далее. Поэтому эти ламброзианские черты лица совсем не всегда срабатывают. Так вот, возвращаясь к тому, о чём мы говорили. Профессор исследовал вместе с своей группой коллег сканирование мозга стерийных убийц, убийц с психопатическим складом и так далее. Интересы ради он исследовал собственный мозг. Каково же было удивление профессора, когда его собственный мозг мало чем отличается от мозга психопатов-убийц, которых он исследовал. Он пришёл этим поделиться с собственной женой, в качестве такого анекдота. И услышал ответ, а меня это совершенно не удивляет. Я совершенно не удивлен этим. Точно так же он поговорил со своими, ну, вроде близкими, друзьями. И те тоже ему сказали, что они не удивлены. Они в нём замечали те самые психопатические черты, которых он понятия имел. А что такое психопатические черты? Помимо всего прочего, это отсутствие эмпатии, это отсутствие хоть какого-то интереса или бережного отношения к чужим эмоциям, это отсутствие сопереживания, это жёсткость, это эгоцентричность и тому подобные вещи. Я видел как раз видеозапись, где этот профессор рассказывает об этом, где он описывает искренне, в какое удивление он пришёл, потому что это для него было настолько неочевидно, его поведение настолько естественным и нормальным. – То есть мы можем говорить о том, что люди талантливые, гениальные, они тоже в какой-то степени такие вот социопаты, психопаты? – Не обязательно. Я сейчас не совсем об этом. Я скорее о том, что, насколько я понял, когда этот профессор узнал, что вот он такой, и таким его видит его жена, его друзья, тут трудно сказать, что вы на меня наговариваете. Я просто нормальный человек, который бережёт себя, это вот такой я человек. Когда он получил подтверждение на уровне исследования собственного мозга, совпадение с мозгом убийц-психопатов и обратную связь от своих близких, профессор начал задумываться, профессор начал пытаться себя изменить. Он, по крайней мере, узнал о себе, что он такой, и он начал заниматься своими, насколько я имею в виду слов, начал пытаться изменить свои отношения, отношения к жизни, отношения с близкими. И вот нас задаётся интересного, кстати, о близких. Я мимоходом подумал, что это за близкие. Интересно, жена, которая долгие годы замужем за холодным психопатом, без эмпатии, говорит, я совершенно не удивлена. Это такой вопрос, на чём же построен ваш брак? Близкие друзья человека, которые не способны к эмпатии, которые эгоцентричен, которые совершенно не интересуются чужими эмоциями. Что за интересная дружба? То есть, что за люди выбирают все таких друзей и супругов, это отдельная интересная тема. Мы сделаем буквально недолгую паузу, после чего вернёмся и продолжим программу «Диагноз недели». Радио Болткома. Продолжаем. Продолжаем программу «Диагноз недели». И в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Релли Резник Мартов. Телефон в нашей студии 67212-93-9. 67213-93-9. А вот не получается ли так, что если мы сканируем мозг преступника и находим совпадения в этом мозге, вот я сразу вспоминаю фильм Спилберга «Особое мнение» с Томом Крузом, где фантастический мир будущего, где преступника ловят до того, как он совершил преступление. То есть, получается, что сканируя мозг человека, мы вдруг говорим, а вот, батенька, вы знаете, мы вынуждены вас арестовать, потому что у вас сканирование мозга показало, что вы можете совершить преступление. Давайте-ка мы вас лучше посадим на пожизненное, на хлеб и воду, пока вы ничего нибудь не натворили. Это, конечно, хорошая антиутопия. Это чем-то напоминает спартанцев, которые детей, рождавшись слабенькими, немедленно куда-нибудь выбрасывали. Я думаю, что, к счастью, такого не произойдет. И другой интересный вопрос. Вот если человеку мы сообщаем, ну, неважно, вот мы берем родителя, отца, мы говорим, что, судя по размеру вашего гипоталомуса, у вас не очень хорошие отношения с детьми, и это та сфера, где вы могли бы быть лучше. А, ну, то есть не то, что мы вас отбираем из-за того, что у вас сканирование показало мозг, мы у вас ребенка отбираем. Где вы могли бы становиться лучше, а где можно пытаться быть лучше. Или вот тот же профессор, или люди, схожие с ним личности, характера, когда им говорят, вот, ваше сканирование мозга покажет, что вот есть психопатические черты. А это значит то-то, то-то, то-то. Это значит, что ваши отношения с окружающим эмоционально бедны, что вы раните тех, кто рядом с вами, что вы не способны, или даже не задумываясь, что они чувствуют, каково им рядом с вами и так далее. Это вопрос. Если человек получает такую информацию, и это не просто субъективное мнение кого-то, и даже не заключение загадочного психологического теста, можно сказать, что все психологи шарлатаны, и тесты ваши незаслуженникового внимания, он получает исцеление собственного мозга. И человек начинает о себе задумываться. Это интересный вопрос. Насколько мы способны, задумываясь об этом, если что-то заложено в структуре нашего мозга, это менять. Насколько существует обратная связь между нами и нашим мозгом. То есть то, что наш мозг влияет на наше поведение, это понятно. А вот насколько наше поведение способом влиять на структуру нашего мозга, то есть вот как вопрос, который задавали люди, исследовавшие отношения отцов и детей, возможно ли, что гипоталомус увеличивается со временем, потому что человек начинает сближаться с детьми, больше занимать, больше хотим и время, больше погружаться с ними. Кстати, по тому же исследованию, когда отцы с детьми вместе играли в какую-то игру, и одновременно работа их мозга синхронизировалась, они работали вместе в одном направлении, это был большой сход, тоже интересное наблюдение. Точно так же способен ли человек психопатического склада, ну, наверное, есть какие-то крайние степени, что это заменить трудно, способен изменить своё поведение и насколько это скажется на структуре его мозга. И, может быть, можно ли, например, стимулируя какие-то участки мозга, менять его поведение? Опять-таки, наверное, это тоже из-за области фантастики, но... Да, мы вживляем кому-нибудь антиэлектроды, и что-то делать, такая... Тоже серьёзная история. Такая продвинутая лоботомия. Вопрос интересный. И, даже не получив ответа на это, способны ли наши усилия изменить наш мозг, мне кажется, имеет смысл стараться. Тут мы уходим немножко в тему религиозную. Есть такая, как все наверняка знают, у протестанства есть такая часть кальвинизма. В основном это было в Швейцарии и где-то ещё. Кальвин был живут в Швейцарии. Вот у кальвинистов была следующая теория, что у Бога уже насчёт судьбы любого человека всё известно. Бог уже знает, как он проживёт жизнь, как чем она закончится, окажется он в раю или в аду и так далее. Но поскольку Бог знает, а мы нет, мы должны всю жизнь стараться. Даже если судьба уже где-то предначертана. Даже если судьба прописана, мы должны стараться так, потому что мы её не знаем. Кстати, возвращаясь к ламброзе и чертам лица. Это известный сюжет. Как известно, у китайцев гадание по чертам лица, физиогномика, очень, веками очень почтенная специальность. И есть рассказ, по-моему, века 18-го, мне кажется, или 19-го, не помню. И 18-го, и 17-го даже. Некий студент встречает на постоялом дворе физиогномика, гадателя по лицу. И тот смотрит на черты его лица и говорит, что у тебя пороки самые разнообразные, те, те, и те. И суть чертам твоего лица, через три года ты умрёшь, потому что твои пороки несовместимы с жизнью человека, ты постигнет кара небес, и ты умрёшь. И студент принимает очень близко к сердцу, он начинает полностью менять свою жизнь, начинает стараться жить по уважаемым в Китае конфуцианским правилам, избегать пороков, следовать ритуалу, почитать старших, трудиться и так далее, и так далее. Вот проходит год, два, три, а он не умер. И через какое-то время, очередной раз, находясь на постоялом дворе, он встречает того же гадателя и говорит, ты жулик, ты меня обманул, ты сказал, что я умру после черты его лица. Гадатель смотрит на него и говорит, а твое лицо изменилось. Та же история с обратной связью. То есть, если верить этой красивой истории, усилия человека по изменению своей судьбы, своей личности, исправления своих ошибок, оказались способны изменить черты его лица. Это тот же вопрос. Насколько мы способны изменить некие структуры нашего мозга, их размер, как с гипоталом, их активность и тому подобные вещи. Да? То есть, опять вопрос, насколько мы способны влиять на нашу судьбу, насколько оправдан так называемый фатализм. Звонок? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, вот как вы, психотерапевты, разговаривая с человеком, говорите, у вас такой характер, такой, а он все отрицает. Или родственнику говоришь, вот ты такой, такой изменяешься. А он вообще не видит, не может себя со стороны посмотреть. Только трагическая какая-нибудь случайность, когда он инвалидом становится, или нищим, тогда он только начинает понимать. Как вот сделать так, чтобы человек понял? Я только хочу добавить, что не психиатр, а психотерапевт. Именно психиатр, да, сказал, а психотерапевт, да. Я думаю, что психотерапевты не говорят своим пациентам, у тебя такой характер, у тебя такой характер. Изменяйся. Это, может, не имеет отношения к терапии. Потому что ставить человеку диагнозы и говорить, мы можем, разговаривая с человеком, помочь ему самому понять, какие черты его лички, черты его характера мешают ему жить. То есть, человек, который приходит на терапию, к нему уже, очевидно, заложена потребность в изменениях. Ему плохо. Поэтому, и, может быть, с родственниками тоже. Если самому родственнику и скажешь, ты такой-сякой изменяйся, я не думаю, что это будет большой терапевтический эффект или практический эффект. Я думаю, что у терапевта с пациентом, что у двух родственников в основе должно лежать доверие, не безразличие друг к другу и желание самого человека ему что-то слышать. Мы можем ему сказать, и я считаю, что вообще давайте советы делаем неблагодарные. Давайте советы мы можем тогда, когда мы видим, что происходит нечто вопиющее и то, что реально угрожает жизни человека, здоровью, ближайшему будущему. Тогда мы можем высказать и то не в плане назидания. Ну, чтобы читать, опять же, читать мораль своему родственнику, надо быть уверен, что он тебе не скажет и на себя. Посмотри, что с твоей жизнью происходит, что с твоим характером, посмотри, что происходит с людьми, которые вокруг тебя, насколько ты ощущаешь себя вправе вообще кому-то что-то диктовать. Вот. Поэтому, вот когда лично мне кажется, что человеку важно больше понять свою личность, я его отправляю к моим коллегам, которые занимаются психологическим тестированием. Есть достоверные клинические тесты, где анализируется и структура личности, эмоциональная сфера, интеллектуальная сфера и так далее, и так далее. Человек получает распечатку своих характеристик, тогда мы можем с ним это обсуждать. Или если человек спрашивает моего мнения, я тоже могу ему высказать, что я думаю, что мешает, что происходит. Но я считаю, что давание кому-то советов это по степени ответственности и необходимости тонкости подхода сравнимо с хирургической операцией. Не надо лезть со скальпелем, и рассекать гордие его узлы в человеческой личности и жизни. Это Александр Македонский разрубал узлы, но то он и был великий завоеватель. А общаясь с человеком, рубить в нем то, что ты считаешь узлом, занятие крайне неблагодарно. И считать себя тем, кому вручено право разбираться с чьей-то судьбой, это тоже требует уровня ответственности и достаточной самокритичности. Ну, получается ли, что тогда мы должны просто направлять человека, то есть человек исцеляет себя сам, сам берет в руки нити своей судьбы, а другой человек просто своими советами направляет его, вдохновляет, мотивирует? Опять же, что такое направлять советами? Психотерапия это точно не давание советов. Психотерапия это помощь человеку понять в чем его проблема, по какому сценарию он живет. Дальше человек с ним разбирается сам. Это очень, мне кажется, неблагодарная роль брать на себя обязанность советчика, потому что если становишься советчиком, ты на себя автоматически берешь ответственность за чужую судьбу и жизнь. То есть к тебе постоянно ходят за советами. Может быть, кто-то ощущает себя процветленным мудрецом, чтобы давать советы, но, я думаю, мало кто на это способен. Поэтому все-таки неважно, речь идет о терапевте и пациенте, речь идет о близких людях, советы, это требует хорошего осознания себя самого, кто я такой, чтобы давать советы, это требует тактичности, это требует вслушивания и понимания в того, кому ты собираешь что-то посоветовать. Очень зыбкая почва. Опять возвращаясь к судьбе, к структуре мозга. Это, как мы понимаем, когда мы говорим, а есть ли судьба? Ну, вот она, конечно же, есть. Часть судьбы определенной нашей генетикой. Часть судьбы определена нашими, структурой нашего мозга, гормональной, в общем, массой, массой нюансов, на которые влиять можно до определенной степени. Но опять быть фаталистом и на все говорить, ну, судьба такая, что поделаешь, такой уж я человек, так уж у меня все сложилось. Такая позиция по снятию из себя ответственности. Точно так же, когда мы заботимся о наших близких, можно, конечно, на одном полюсе крайности взять на себя контролирующую функцию и бесконечно управлять, пытаться чьей-то жизнью, можно занять другую крайнюю позицию, сказать, что, ну, человек такая, судьба такая, личность, что я здесь сделаю? Всегда где-то что-то посередине. Я думаю, когда мы задумываемся о собственной судьбе, о том, на что способен наш мозг, о том, каковы наши генетические, генетические возможности, где находится тот зазор, он всегда есть, на который мы можем повлиять, где у нас есть выбор. И опять, поскольку мы не знаем точно про себя, ни своей судьбы, ни возможности своего мозга, я думаю, что у нас всегда есть возможность двигаться, куда-то продвигаться, даже смущаем некий потолок своих возможностей, не важно, интеллектуальных, физических, или просто, как бы это ни звучало, ненаучно, способность становиться хорошим человеком, пытаться быть лучше, чем ты есть сейчас. Есть расхожая версия, пытаться стать лучшей версией самого себя. то есть кто-то из этого делает, потому что надо пытаться бесконечно делать карьеру, достижения и так далее, кто-то говорит скорее о какой-то глубине понимания себя, о возможности становиться более добрым, более чувствительным человеком, то есть и все правы, у всех есть свои направления, в которые мы можем становиться лучше. Поэтому, мне кажется, наука и эти исследования нам через какое-то время дадут намного больше возможностей. Вот фраза «познай себя», познание себя с помощью сканирования собственного мозга и отслеживание изменений, отслеживание реакции, которые происходят, это инструмент, который когда-то возможен только в фантастических романах, а сейчас это интересная реальность. Это интересная реальность, когда мы наконец видим те вещи, заложенные в нас изначально и начинаем пытаться их осознать и поменять. Так же, как любой отец или любая мать может попытаться стать лучшей версией отца или матери и устанавливать более теплые эмоциональные отношения с своими детьми. Потому что любой человек может пытаться быть добрее, быть умнее, быть более понимающим и история с этим профессором. Насколько психопат, который получил точное подтверждение, что он психопат, и понял, в чем заключаются его психопатические черты, получив обратную связь от близких, получив результаты сканирования, он способен пытаться двигаться в эту сторону. Может, он никогда не станет очень понимающим, очень чувствительным человеком, но потом он станет на, не знаю, в каких единицах это измерить, более хорошим человеком, более живущим, более насыщенным эмоциональной жизнью, способным на большую близость, на большую любовь и доброту. И вот, мне кажется, поскольку мы никогда не узнаем на свою судьбу до конца, у нас всегда есть возможность двигаться в том направлении, который, кажется, желательным, привлекательным, который изменит нашу судьбу хоть до какой-то степени. А учитывая, что наша судьба сказывается и на судьбах наших детей, и на судьбах наших близких, наверное, это как принцип домино. Изменения в нашей судьбе неизбежно скажутся на судьбах окружающих нас людей. Риэль Резник-Мартов, программа «Диагноз недели». Спасибо большое. До следующего понедельника. Всего доброго. На одной волне с городом. Радио. Радио. Балдия.